Собственно, да, вот это вот то самое. Мы формулировали цели нашего проекта. Вообще говоря, основные движущие наши реальные мотиваторы, в первую очередь, это просто потому, что нам интересно этим заниматься. Во-вторых, мы действительно хотим, чтобы себестоимость постройки малоэтажного жилья снизилась в конечном итоге. Ну, потому что, сами понимаете, сделать 3D-принтер, например, одна из таких компаний им повладеет, то для конечного потребителя стоимость жилья, скорее всего, снизится не сильно. Просто повысится доходы. Повысится модность жилья. Скорее всего, даже увеличится, потому что ты думаешь, что ты думаешь, что это 3D-принтер, ну что, это здоровье. Ну, ладно, это наши официально сформулированные цели. Вот, опять же... Откуда взялась эта идея? А, откуда взялась эта идея? Да. Идея взялась... Однажды... Зимний... Не зимний, а скорее всего, весенний. Да. Весенний днем, вот, Стас, чудесная девушка. И говорит, давайте делать фринтер для печати бетона. Ну, давайте. Он говорит, даже я знаю, кому он нужен. Да. Есть просто ребята, которые действительно, они интересны, ну, занимающиеся строительным бизнесом, им интересно было бы приобрести такую установку. Они тоже слышали об этом. Видели в интернете, смотрели. Именно это интересно. Вот, даже если она не будет делать жилье дешевле, хотя бы просто интересно ей воспользоваться. И, естественно, на таких разработках, на самом деле, вы не можете взять и купить себе фринтер для печати бетона, просто их нигде нет. Как мы уже видели, есть вот единственная действительно работающая установка, она в Китае, но она стационарная. Вот, то есть там как-то он стоит, ну, те... Большой кран, да, большой кран, и он печатает, печатает куски домов, либо очень маленькие дома целиком, либо куски домов, которые потом отводятся на место и из них составляются. Вот, с точки зрения экономики, ну, то есть, мы когда что-то делаем, если хотим, чтобы люди этим пользовались, людям это должно быть интересно, например, должно дешевле этим пользоваться, либо участвовать в таком духе. Экологичные, рекламируемые. Экологичные, не важно. То есть, какие-то должны причины побудить человека этим пользоваться. С точки зрения экономики, вряд ли какие-то строительные фирмы действительно будут пользоваться разработкой наших друзей из Поднебесной по той простой причине, что, по сути, мы имеем крупнопанельное домостроение здесь, потому что, примо того, чтобы напечатать этот блок, его нужна еще техника, чтобы отвезти, установить на месте, нужны строители, которые будут этим заниматься. Тот же самый подход используется он. Крупнопанельное домостроение, где делаются панели, там тоже отводятся, устанавливаются. Действительно, ускоряется строительство дома. Но сделать литую панель по форме, это гораздо быстрее и дешевле, чем пропечатку. Конечно, да, здесь можно делать каждый дом уникально, но когда возникает выбор уникальность, либо в два раза дешевле, как правило, будут выбирать в два раза дешевле. Но уникальность можно сходить, посмотреть куда-нибудь. Вообще, ребята из PDA на самом деле позиционируют вот этот, ну, производители этого принтера, ну, изобретателя. Он больше упирает не то, что эта технология, там, сильно дешевле делает производство, он упирает на то, что они используют специальные составы, которые делаются из цемента и отходов промышленности. И что это за счет этого становится дешевым, вот. Ну, как бы, с другой стороны, что мешает те же самые составы использовать в литии, в литовых формах. Вот. Поэтому мы такие подумали, решили, что мы можем, да. Что действительно интересным для потребителя принтера должен обладать некоторыми, вот, некоторыми требованиями нужно к нему предъявлять, чтобы, ну, просто если представить, что вы человек, который хочет строить дома, вот. Почему он должен выбрать именно, там, 3D-печатать? Во-первых, это должна конструкция, которую можно было бы, там, разобрать, отвезти, собрать на месте, причем, желательно, используя как можно меньше спецтехни. И спецперсонал, так сказать. Да, и спецперсонал. То есть, если, например, он будет разбираться до деталей, которые можно оттаскать руками, там, хотя бы вдвоем, это уже очень хорошо. Вот. Это значит, что вам достаточно, там, вызвать грузовик и потом его, там, разгрузить руками, либо, ну, если, например, у вас не очень много денег, но много свободного времени. Вот. Да, ну, плюс эта конструкция должна все-таки быть доступной по цене, потому что, если ваш принтер стоит столько же, сколько, например, на все лето нанять, в принципе, бригаду строителей, да, то зачем он вам нужен? Да, вам нужно купаться. Да. Вот, опять же, дом, который не строится по, там, ну, по материалу, с которым делается, он не должен быть сильно дороже, чем какие-то другие традиционные способы, потому что тут уже возникает. Либо у вас не должен быть сильно дорогой принтер, и не должен быть, конечно, дом сильно дорогой, который стоит ли там принтер. Ну, и плюс, мы еще дополнительно заложили, так как, ну, примерно имеем, там, и свой опыт строительства, и общение со строителями, что конструкция должна быть очень ремонтопригодной и неприхотливой в использовании, потому что реальные российские условия, где нужно людям что-то построить, например, это может быть, там, с двухста километров от ближайшего города, вот, куда вы можете переехать вы, там, некоторый ручной инструмент, если у вас на что-то сломается, и вы не можете это починить, либо, да, можно для этого заказывать какую-то прецизионно изготовленную деталь, которая будет еще месяц делаться и к вам идти, ну, как бы, смысл, опять же, терять 3D-печательное создание. Вот, чтобы желательно можно было починить его на месте, там, и состоялось таких комплектующих, которые, в принципе, доступны, широко используют, давно освоены промышленностью, вот, и так далее. А, да, еще мы закладывали, ну, это уже по сравнению, например, то, что мы сейчас сказали, в принципе, господин Руденко, он также позиционирует свой принтер, то есть, он хочет сделать пропенсорную разработку, принтера, который нужного вам размера вы можете себе сделать, поставить, напечатать здание, то есть, чтобы он тоже был такой разборный, мобильный, печатал дом на месте. Но у него, как мы заметили, по крайней мере, из его видео, у него не учтена такая особенность, чтобы этот, ну, в общем, у него принтер не рассчитан на то, чтобы поднимать какие-то более-менее грузы, вот, потому что он сделан на принципах, на которых сделаны обычные 3D-принтеры, просто там увеличен несколько раз, что он сквозит, а шаговые двигатели, если кому-то о чем-то говорит, ну, либо серого двигателя можно использовать. Которые дорогие и не очень мощные. Да, они, как бы, они недорогие, когда они маленькие. Когда вам нужно, чтобы этот двигатель, например, тонну поднимал, то возникает, во-первых, двигатель должен быть более мощный, а он стоит сильно дороже. Вот такие двигатели, как шаговые, или там двигатели на постоянных магнитах, они стоят дорого. Плюс, да, если нам нужно, если мы используем, ну, как бы, нам нужно, чтобы у нас двигатель, мы позиционировали вал двигателя, точно им крутим, нам нужно, чтобы у нас наша печатная головка точно ездила. Соответственно, у нас должна быть какая-то хорошая передача, типа, винт гайп или зубчатая рейка, там, которая будет на все это таскать. И, опять же, если она будет рассчитана на тоночные, да, обеспечивала бы нам точность, конечно. Опять же, если они будут рассчитаны, там, на ту же самую толпу, они стоят очень неплохо. Вот. Я тут немножко перебью вас, да, и задам вот такой вопрос. Допустим, у меня есть участок за городом, да, я выбираю между тем, чтобы нанять группу строителей на лето, да, на месяц, на два, чтобы они мне построили дом, там, из сибиты, из кирпича, из чего-нибудь еще, и смотрю ваше, например, предложение этого строительства при помощи 3D-принтера, да, то есть могу, например, я так понимаю, да, будет такая услуга, либо что-то еще, я заказываю строительный 3D-принтер с двумя-твумя людьми, которые его обслуживают, и строительные смеси, которые там используются, они как будут вот доставляться? Ну, смеси сейчас мы планируем, как бы наша главная идея, ну, есть, как разговаривает, либо, как было там нарисовано у ребят, бетонная мешалка приезжает, вливает бетон, бетон печатает. Вот, это не очень хороший вариант, потом вам нужно объяснить, почему. Нам больше нравится вариант с, когда у нас в головке содержится смеситель, в который отдельно подается сухая смесь, отдельно подается вода. Там замешивается, причем, как я смотрел на других роликах у компании Винсам, у них, скорее всего, то же самое, смешение происходит в головке, у них там подводится нечто, прям в своем головке. Вот, это сильно удобнее, во-первых, сухие смеси удобнее транспортировать, не нужно делать это быстро, пока они не затвердили и так далее. Ну да, и можно прерваться, но, в общем, идея такая, то есть, есть принтер, вы его там взяли в аренду или купили, если вы там профессионально строите, да, вот, и есть к нему смеси. Ответить на вопрос, будут ли это исключительно специальные смеси, над которыми мы сейчас работаем, да, может быть. Может быть, это будут какие-то традиционные составы, которые можно купить где угодно, но, собственно, результаты, исследования, разработок покажут, какой из путей будет выбран, и какой будет логично использовать. Хорошо. Пропустили-то самый главный, то есть, тот дом, который я хочу, например, построить при помощи 3D-принтера, да, как я буду его выбирать, то есть, это 3D-модель какая-то, или стандартные какие-то дома. Как вот это? Самый дешевый вариант, в любом случае, вы даже хотите просто дом построить, вот, скорее всего, вам нужен будет проект, утвержденный, вот, пощинанный, да, пощинанный, уже существующий. Либо вы заказываете это, вам его делают, и вы за это платите деньги, либо вы берете один из уже готовых, и вы платите меньше. Здесь, соответственно, то же самое. То есть, нам нужно иметь конечную трехмерную модель дома, адаптированную для печати, то есть, желательно, вообще вопрос в том, автоматически или нет, стоит там делать слайсер, потому что автоматический слайсер может, как бы, огория, косяков напороть, которые с точки зрения строительства там лучше не делать. То есть, модель готовая для того, чтобы использовать для печати. То есть, либо берете готовую по дешевке, либо заказываете вам, либо там, сами рисуете, либо сами рисуете, приходите к дизайнеру, там дальше возникает вопрос конструкторской проработки, чтобы были учтены там, про частные характеристики, есть вариант, человек взял принтер, нарисовал модель, сам построил, но он тогда сам, собственно, отвечает за последствия. За риски. Да, да, ну, как в любом обычном строительстве, ты можешь строить сам, можешь нанять бригаду, причем не гарантирует последнее, что у тебя это получится, что результат, который ты построишь сам, будет хуже, чем построить тебе бригаду. То есть, здесь люди, в принципе, не ограничиваются возможностях выбора, и вопрос там, хочется им ковыряться в особенностях конструкции, в учете там некоторых факторов. Безусловно, в результате проекта мы будем понимать, какие у нас там прочностные характеристики имеет стена. Их можно, их может человек самостоятельно, почти, может, у него математический аппарат развиться существенно лучше, чем у разработчиков, сидящих здесь. Почему нет? Либо это даже какой-то программный пакет, который позволит. В конечном счете и при удачном развитии будет какой-то и программный пакет, то это будет зависеть от потребностей. То есть, глобальная задача сделать, чтобы это было, конечно, и удобно, и функционально. И еще обеспечивало, да, и чтобы обеспечивало людям в конечном счете более дешевый результат. То есть, ну, вот так вот. Саша уже сказал пару раз, что это будет open source, да, в конце хотелось бы, чтобы этот проект не оказался, так скажем, под ковром какой-либо одной строительной компании, чтобы люди могли его тиражировать. И как-то эта технология, так сказать, пошла в массу. Таким образом, мне лично кажется, что себестоимость строительства снизится не только за счет экономии на тех материалах, которые мы сейчас видим, там, экономия на материалах стены, экономия на интернерапоработы. В принципе, когда у вас больше средств производства, то конкуренция на рынке повышается, вот, вследствие чего по-хорошему еще должно повышаться качество продукции, вот, и, вероятно, будет снижаться цена квадратного метра. По аналогии с традиционной 3D-печатью, которая в меньших масштабах из пластика, там у нас колоссальный выбор первых материалов, да, ну, соответственно, градация, да, цен тут же как бы появляется у нас. Возможно ли здесь, ты понимаешь, сейчас речь идет пока просто нескольких видов материалов, которыми будет вестись печать, может ли это потом перерасти в какие-то композиционные материалы, которые там будут заданными характеристиками, чем это будет гораздо лучше традиционной технологии строительной, где мы можем стену, например, сделать, там, слой, так понимаю, из дерева, или из чего-нибудь еще. Валерий, а здесь картинки здесь нет? А здесь нет со стенкой, а здесь нет со стенкой. Ну, давайте... Давайте переводку на какую-нибудь картинку красивую. Давай. И на нее будем смотреть. Давайте. Ну, потому что что-то некрасивое, действительно. Тоже, приятно. Значит, ну, чуть-чуть тогда про материал просто расскажу, потому что вопрос был такой общий, вот, я не совсем конкретно могу говорить. Да, может вот на это посмотреть. То есть, по идее, сейчас вот, как у тех же товарищи из Китая мы видели, стена предполагается, что она будет иметь внешний контур, внутренние армирующие, так скажем, конструкционные перегородки полностью будут заливаться тепловизационным материалом. Мы можем варьировать, в зависимости от требований заказчика, можем варьировать ширину там стены, может быть здание там относительно произвольной формы, там, понятно, что в пределах возможности принтера. То есть, по крайней мере, геометрические размеры там нужно понимать. Сейчас мы работаем над прототипом, в будущем мы закладываем 6 на 10, это габарит, плюс 6 метров высотой. Он может, конечно, переставляться, можно напечатать 12 на 12 объект, ну и так далее. Что касается материалов, традиционно, и первое, на что мы смотрим, это, конечно, цементно-песчаные мелкозернистые растворы, это будут какие-то, возможно, высокопрочные смеси. То есть, ассортимент здесь в плане выбора материала, он возможен. Возможна также цена. Есть вариант, что это будут грунтоцементные композиции, например, которые, люди, которым нравится слово «саман», их можно тут тоже чем-то порадовать. потому что, в целом, если рассматривать развитие данной технологии, никто не мешает сухую смесь, особенно в отдаленных районах, не возить целиком с завода, например, а, по крайней мере, ввести только какую-то часть компаний. Ну, например, возьмем грунтоцементные, грунто-петонные вещи. У нас достаточно иметь суглинок, супесь какую-то местную, в которой 10-15% цемента позволяет из нее получать водостойкий, уже нерастворимый материал. Построен там в Петербурге ни одно здание на болочистых, так скажем, местах, они стоят. Вот эти землебиты, так называемые. Плюс есть еще варианты использования в том числе и промышленных отходов. Та же вся наша любимая Кемеровская область, сосед наш, она располагана там, у нее колоссальные запасы доминого гранулированного шлака, например. Ну, вот отходы металлургии, там, все, вроде бы все говорят, что ей надо экологичность. Да, с этим надо что-то делать, как бы экологичность, вот. Но по отдельности эти разработки не идут в силу того, что ни цементным заводам, ни домостроительным комбинатам не интересно заниматься там чем-то кроме тем, что там они уже занимаются. Людям частным вполне вероятно покажется идея интересной, там, есть свои очень интересные свойства у этих материалов, там, и они, в принципе, тоже проверены уже годами. То есть здесь в основном вопрос изготовления достаточной прощести скорлупы, причем я подчеркиваю слово «достаточной», потому что в малоэтажном строительстве мы можем, конечно, стены из кирпича строить, да, вот. Но его там прощественные характеристики, например, значительно выше, чем они там требуются. Что заказано там строительством из сибита, из прочих более легких материалов, которые сразу являются теплозационными. Вот. То есть здесь вопросы это скорлупы и вопросы заполнителя, которые должны обеспечивать долговечность этого дома и его там экологичность, чтобы в нем можно было жить и, как говорится, не испытывать ощущения дискомфорта. То есть есть варианты с легкими растворами, которые будут для тех, кто считает, что стены должны дышать, вот, которые будут дышать. он получается, конечно, дороже, вот, но то, что мы рассчитывали, в принципе, на бунктартере, там есть эти даже расчеты, на площадке, где мы сейчас ищем финансирование, да, там есть красивые картинки показаны, вот, в принципе, мы получаем там в самом дешевом варианте по материалам квадратный там метр стены теплый реально, ну, один из наиболее теплых вариантов, который у нас сейчас используется в традиционной строительстве, там, он стоит 700, по-моему, рублей, или 700, да, вернее, 700, ну, вот это стоимость квадратного метра стены материала, да, то есть, если мы берем на традиционный кирпич с утеплением, он там в полтора-два раза дороже, вот, вопрос здесь стереотипов, потому что я встречал много людей, которые говорят, да, я считаю, что лучше кирпича, там, на керамзито с кирпичом ничего не бывает, но, ради бога, то есть, есть такие люди, есть люди, которым не хочется строить там все лето дом у себя, получить только стены и не подвести его под крышу, вот, то есть, здесь, в общем-то, разные варианты, возможно, я ответил, здесь еще у людей это встречается, вот, насколько вы можете судить по комментариям в интернете, страх такой, непонимание еще технологии, то есть, никто не видел это, реально, никто не был, никто не был, не жил, никто не понимает, как это будет функционировать, насколько это будет вообще там, а другие делали, если их не делать, то же никто не делает, ну, да, поэтому мы, основная наша задача текущего момента, научиться давить смесь, научиться ей, управлять и печатать какие-то объекты, то есть, сейчас маленькие, потом больше, есть там, предварительные договоренности с заинтересованными людьми, да, Элен Александровна, вот, о том, что они готовы, значит, предоставить там, пробную площадку, там, решить вопрос, там, с материалами, возможно, вот, для того, чтобы мы построили там, дома у них, и они начали эксплуатироваться, вот, то есть, это будет уже серьезное, как бы, и серьезное испытание, как говорится, пиар-акция для этого проекта, вот, и будет понятно, да, действительно это работает или нет, нужно вот это, это, это переработать, ну, то есть, но пока что, те, как бы, предпосылки, которые есть и в мировом опыте, то, что мы видим, вот, и наши собственные, там, наработки и представления, они позволяют нам рассчитывать на то, что действительно это можно реализовать, то есть, как бы, в области, там, цементных составов, смесей и нецементных, в принципе, там, вяжущих материалов, и я понимаю, что можно в очень широком диапазоне регулировать свойства, но, вот, Александр Валерьевич у нас, в общем, позволяет, позволяет, позволяет головке двигаться в том, в том поле координат, которое нужно, то есть, ну, так вот совпали удачные три фактора, то, что разработка оказалась кому-то нужна, нам она просто была интересной, и мы понимали, что мы можем с этим справиться, но вот сейчас мы этим занимаемся. Интересно, интересно. А, еще, да, я так понимаю, близкие примеры домов, которые, по ощущениям, похожи на то, что будет напечатано в 3D-принтере, это монолитное какое-то настроение и панельные дома, да, или нет? Могут быть, чтобы по ощущениям понять, каково это будет находиться в таком доме. Сейчас сложно сказать, потому что монолитные дома, это у нас там жесткий каркас по углам, заполненный более-менее там, относительно теплоизоляционными материалами стены, вот, мне не с познакомым живут такие дома, но как бы по углам, по углам самых тяжелых с точки зрения теплотехники зонах, они, эти вот монолитные дома, имеют теплопроводящие стержни, из именно вот этой арматуры монолитной. То есть этот проект, который требует, вот мы сегодня беседовали со своим знакомым строителем, он говорит, ну как бы вот, я вижу, где экономия в вашем проекте может быть, потому что вот ребята строят, значит, они неделю ставят опалубку, заливают, это один этаж, ну да, их там много, это многоэтажное строительство, ну, в малоэтажном это становится только дороже, потому что ты должен поставить там опалубку, должен привести туда хорошего бетона, а с учетом того, что у нас народ любит зимой еще построить, вот, то еще и там бетон с противоморозными добавками, я вам там скажу, как химик-цементник, что, ну, вот мало действительно хороших добавок, то есть это должен быть хороший цемент, хорошая качество подготовки смеси, и он должен успеть затвердить, хотя бы там процентов на 30 набрать проще, до того момента, как он замерзнет, вот, а все противоморозные добавки потом вылазят в виде высолов, и, ну, собственно, мало чего хорошего добавляет, потом это все нужно снять, перенести на следующий этаж, и так далее, то есть непрерывности не видно, вот, возможно, по ощущениям, как люди будут жить, знаете, ну, мне кажется, что как в домах из бетона и блок, возможно, возможно, если сделать дышащие стены, так называемые, то, возможно, это будет ощущение близких деревянам, чем, и почему я не хочу сравнивать с панельками монолитными, потому что вопросы теплоизоляции, там крайне, ну, моя любимая тема теплоизоляции, вот, и вопрос теплоизоляции, там крайне плохо решен, то есть, то, что делает сейчас там ДСК, там, во-первых, пенопласт, это не очень экологично, и совсем недолговечно, вот, на этом, многие перебиваются применять, это и в частном, да, да, это сейчас активный вариант, как бы, но нужно понимать, вот эту, обратную сторону медали видеть, что у каждого материала, теплоизоляционного, конструкционного, есть существующая стоимость, так скажем, капитальное вложение, но и вложение на обслуживание, то есть, если у вас пенопласт, вы закатали, не дай бог, в стену, вот, когда срок его службы закончится, вы его оттуда никак не вытащите, вот, в данном случае, я не говорю, что это идеальное решение, да, вот, в данном случае мы имеем, газобетон, тоже, тот же бетонный материал, достаточно эффективный, с точки зрения теплоизоляции, залитый внутрь, вот, он, да, непрочный, с точки, там, с представления, сибита обычный блок, он будет твержен, там, близок к дереву, да, вот, сюда мы предполагаем заливать, там, что-то очень легкое, вот, с высокими теплоизоляционными характеристиками, вот, он не будет там сверхпрочным, он несет никакой нагрузки, вот, то же самое, грубо говоря, пенопласт, по сути, но он неорганический, он не гниет, там, не горит, и его, он не так приятен мышам, вот, поэтому, с точки зрения тепла, это должно быть что-то гораздо эффективнее, вот, с точки зрения комфорта, всего прочего, у каждого свои представления комфорче, вот, здесь индивидуально, все-таки, да, да, это что-то такое, свой подход должен быть, понятно, грузоподъемность до 800 килограмм, то есть, для того, чтобы делать, для того, чтобы не лежать рядом кран, потому что, в любом случае, если вы строите дом, даже одноэтажный, все равно, вам надо будет что-то куда-то поднимать, в любом, если вы можете делать сразу роутером, который, причем, хорошо позиционируется, там, у вас крылья шатажится, кстати, по поводу роутера, я вот, хотел бы, чтобы вы объяснили, почему именно роутер, потому что многие, почему не рука, почему роутер, не чипус, почему роутер, еще и на синхронных двигателях, роутер, в данном случае, когда раздагональный роутер, то есть, что у нас есть, трех осяг может двигаться, а меньше дальше какие-то картинки симпатичные, симпатичные дальше, по-моему, я полистаю, а, да, нет, можно фотографии, кстати, включить, да, давайте фотографии в нашем, достанем, которые, а, слышку роутер, нет, он, наверное, с кем сегодня уже, я бы читал, я имею в виду, почему, что такое роутер, потому что, у меня, да, необычное, ассоциируется, ну, чипу установки, это тоже роутер, Wi-Fi, роутер, собственно, это устройство, которое позволяет двигать нечто, по зановому маршруту, собственно, окно перетащить вправо, сейчас все зарабатываем, о, да, вот, ну, это, кстати, уже, живой, да, тут наш протоколик, вот, летучий, который мы сейчас работаем, это, наверное, первое, он-то такой, можно рассказать, как раз, что у вас уже сделано, да, и почему, да, необычное, это устройство позиционировано, то есть, вообще, в создании данного принтера две очень большие задачи, точнее, даже три, это, ну, понятно, какой смесью вообще, чтобы ей можно было печатать, потом, как эту смесь подавать, ну, там, можно подавать непрерывно, да, чтобы она, там, если с пульсацией будет некрасиво, и третье, собственно, как там позиционировать печатающую головку, задачи позиционирования, они, конечно, ну, со станками с ЧПУ, там, трех кабинетов, многие сталкиваются, те же 3D принтеры, задачи, они решены, причем в куче разных вариантов, вот, достаточно точен, да, решили, так, какая точность здесь требует, так вот, смысл, смысл какой, задачи, которые уже решены, есть действительно много готовых решений, можно там, если вы хотите, например, станок с ЧПУ фрезерный собрать, вам достаточно купить комплектующие, там, рельсы, там, зубчатые рейки, двигатели, драйвера двигателей, вы все это свиньете, оно у вас будет работать, все это продается, программное обеспечение с прошивкой для мозговки, здесь устройство тоже продается, все хорошо, но тут возникает проблема, когда мы с этим подходом начинаем наше устройство увеличивать, его стоимость с увеличением, как я уже говорил, мощностей, габаритов, и масс, с которыми оно работает, оно растет очень быстро, вот, так как мы поставили перед собой цель делать все-таки доступный принтер, то мы вот решили потом, а не то, как нам можно еще и на роутере сыграть, так, чтобы он был все-таки достаточно дешевый, доступный для людей, а не стоил там, и мы решили задачи, потому что задачи, на самом деле, не тривиальны, то есть нужно с заданной скоростью, где-то замедляя, где-то ускоряя, таскать достаточно большую среду массового, просто, чтобы Александр Вальдич там дальше он мог красиво рассказывать. Вот, мы решили, за счет чего можно это сделать, ну, какие варианты, во-первых, можно просто постараться как можно сильнее облегчить нашу конструкцию, чтобы вот это вот уменьшить увеличение стоимости, вот, но если мы облегчим нашу конструкцию, то она у нас будет только печалывать, мы, соответственно, во-первых, ее как краной сможем использовать, во-вторых, возникнут проблемы с тем, что, ну, как бы, это все-таки стройка, и там нужно будет сходить, сдавать с ней пылинки, наиболее что-то упадет, или еще что-нибудь. Дюралевую фирму в очень отдаленной перспективе. При транспортировке там с ней не должно ничего происходить, в общем, она станет более гарпризного обслуживания. Другой вариант, это постараться отказаться от этих вот, ну, используемых в станках, с ЧПУ в производстве технологий, вот, за счет уменьшения точности позиции, потому что, в отличие от принтера для строительства, все-таки, от, например, фрезерного станка, то, что ему не нужно в десятые доли миллиметра попадать. Ему достаточно точности, там, один, два, даже, может быть, полсантиметра. для строительства это будет уже достаточно. Ну, да, когда он скажет, если ему комплекс, что мы попадаем в миллиметр, он сказал, что это прям. Что это, что это мог? Строитель миллиметр, не могла. Ну, да, безусловно. А, чуть-чуть, это сантиметр, как раз. Ну, ну, как бы хотелось, конечно, чем точнее, тем лучше. тем лучше, да, ну, не в ущерб здравому смыслу. Поэтому мы решили использовать самые дешевые распространенные из двигателей, которые только бывают, это вот асинхронные двигатели, которые на кранах, на всех они ставятся. Асинхронные двигатели не любят использовать в системах позиционирования, потому что ими сложно управлять. У них, вы управляете частотой питающего напряжения, она очень некрасиво связана со скоростью работы двигателя. У нас сильно зависит от того, какая нагрузка на валу, она по стороной скорости вращается. Нужно организовать обратную связь как-то. Вот. Ну, мы, собственно, на нашем роутере это сделали. Еще один выигрыш, кроме того, что мы используем более дешевые двигатели, мы можем использовать более дешевую трансмиссию, то есть та, которая вращение двигателя приводит в движение. В данном случае видно, что мы используем троса, троса с точки зрения станков с тросом это очень плохо. Это очень нехорошо, потому что они растягиваются под нагрузками. Станки чего, которые без обратной связи, надо сказать. Ну да. Но, с другой стороны, если обратную связь наладить непосредственно по положению рабочего органа, то нам абсолютно не важно, какие там растянутые там троса для деформации. Чтобы он, заданной скоростью, оказался в нужном месте. Трансмиссия, то есть мы можем, так как уже доступны и дешево стоят контроллер с очень высокой мощностью вычислительной. То есть там достаточно сложно можно реализовать программу управления. В принципе, это задача точного позиционирования с таким вот не очень удобным управлением двигателем. Она решаема. Она, конечно, математически более сложна, но решаема, да. Она однажды решенная. Эта задача то есть прошивку, грубо говоря, мы написали и ей можно потом пользоваться. Потом собственно принтер будет стоить дешевле, чем если бы мы делали там какие-нибудь другие технологии. По Nexty спрашивают ну заявку на Nexty люди разные периодически начали писать, задавать разные вопросы. Вот один говорит, что это все и ровно, что можно делать там роборуку, например, которая мы... Почему не роборука? Да. Почему не роборука, например? Ну что, здесь есть минусы с точки зрения печатной области, да? То есть мы можем напечатать только то, что находится внутри этого полатора. А роборукой можно напечатать вокруг роборуки объект, который по размерам больше, чем любой сегмент роборуки. Но, например, в роборуке, если мы посмотрим у нас... Ну, в каждом сочленении если мы какую-то погрешность возьмем, то у нас суммарная погрешность будет как погрешность в каждом сочленении умножена на длину этого сочленения, все это будет складываться и преобразоваться в конечную погрешность. Достигнуть высокой точности на роборуке сложно, там нужно очень высокой точности изготовления элементы. И, как бы, да, действительно, роборука в принципе реализуема. Вот опять же мы видели, ребята, на Луне роборукой хотят печатать, потому что действительно ее можно сложить существенно компактнее, но за такие деньги, что в космосе это нормально. Космические деньги. А на Земле вряд ли кому-то это будет интересно за такие деньги покупать. Ну, собственно, поэтому и роутер. Поэтому и роутер и его в общем-то достаточно легко можно разобрать, как вот здесь видите, там 4 колонны вертикальных, там точно похожие колонны продольные и горизонтальные, то есть это все фермы, которые изготавливаются немудренным способом и опять же транспортируют. датчики прикрыты, их можно грузить в 6-метровый автомобиль грузовой и не дрожать там над каждой кочкой, то есть ехать спокойно. А мы, кстати, вот эта конструкция, это наш продотип, она разберется вот эти фермы длиной 2 метра 10 сантиметров в принципе. Да, то есть она вот, кубик такой вот большой. На руках их можно носить? Да, на руках их даже немощные айтишники не очень сильными химиками способны перетаскивать, устанавливать. Площадка строительная под строительство дома, она должна быть абсолютно ровной или возможно какие-то холмы безматематические номера? Безматематические, хорошо. Тут вариант номер один самый простой для печати. Идеально ровная площадка, мы на ней выставляем колонны и печатаем. Точно так же, как тут принято например, с сервисами, которые вы видели, там должна быть вообще идеально ровная площадка предварительно подготовлена, потому что иначе ровно рейсами не положено. Но у нас например, но вообще в идеале, чтобы принтер смог работать, достаточно выставить четыре колонны в четырех точках, даже не обязательно чтобы они на одной высоте стояли, чтобы они образовывали прямоугольник нужный. Ну и плюс у нас тут все-таки конструкция, это смотря, что они немножко могут люфтить, немножко неровности могут все-таки быть. надо подробнее, мне кажется, прямо начиная с фундамента. Можно начиная с фундамента? то есть есть зеленые насаждения и есть куча железа спального угла. Ну в общем, ладно, выставили мы четыре колонны. По этим четырем колоннам у нас уже может ездить головка. Понятно, что если у нас площадка неровная, то печатку мы не сможем. в любом доме нужен фундамент. Да, в любом доме нужен фундамент. Фундамент, если фундамент там уже готов, например, ленточный, то он сверху ровный, поэтому он не отпечаток. Если в других местах неровности, бог с ней. Если фундамента нет, то в принципе за счет дополнительных бонусов высоконесущей способности принтера, например, он может использоваться для закручивания лентовых свай, например. То есть на него просто вешается другая головка, он закручивает винтовые сваи, потом подает швеллера монтажникам, собственно, помогает, и они обваривают. В итоге мы получаем ровную площадку в конце концов, и благодаря ему это делать будет, наверное, гораздо легче, чем традиционный способ, хотя сейчас лазерные все уровни они... У тебя есть штука, в которой ты можешь точно в любое место подать нужную тебе железку, и тут сильно контролировать заодно. То есть, конечно, фантазии, например, насчет того, что на него вешается большой фрезер для грунта выфрезеровывать ровную площадку, но это как бы... Это больше фантазии. Больше фантазии. Это какое-то там развитие 35-е, там много есть людей, которые на готовых устройствах уже могут что-то там сочинить, это прекрасно. То есть, в итоге появляется фундамент и на нем печатается. То есть, ровная площадка, в общем-то, необязательное требование. То есть, нужно закрутить просто по углам основания, там те же сваи, например, которые в принципе крутятся вручную, то есть, им они нужны там сверхпрочные. Чтобы колонны было чем прикрепить, чтобы они там не болтались. То есть, основная проблема тех, у кого есть обычные депринтеры, клепровка. Да, да, да. Есть, конечно, специфические извращения, ну, тоже, из-за взряда фрезерования грунтера. Это, например, лазерное сканирование грунта и потом учет неровностей моделей. Есть такой вариант, да. Но это больше для каких-то экзотических и специальных проектов. Традиционно есть площадка, есть, поставили строительное оборудование и оно все спокойно работает. Вполне вероятно, что оно будет работать в домике внутри, потому что вот все, что мы там видели, там вот картинки на площадке, где вот сидит человек прекрасный, даже не под тентом, вот и у него там принято что-то строить. Это не очень похоже на реалии вообще и на сибирские частности. С учетом того, что дождь, ветер и прочие прелести будут носить свои коррективы, скорее всего это будет. Больше влажных домов. Да, влажность. Да, желательно, все-таки бетону желательно твердеть, а не сохнуть. То есть, есть такое распространенное заблуждение, что бетон высох и набрал прочность. Вот если он высох в первые там два-три дня, то он прочность закончил набирать в этот момент. То есть, бетон, он должен находиться в важном состоянии в какое-то проектное время. Соответственно, скорее всего, это будет палаточка из тента, вот с какой-то тентовой ткани. Заодно на нее не будет литься дождь, так скажем. Который град может перетерзаться. Ну и опять же, зима пришла, до каких-то отрицательных температур возможно все это дело будет работать. Но опять же, роутер, у которого четыре колонны по углам, для него это проще реализовать, чем для того, руборки с альтерной баллой. Идеально тросики-то натянул, в общем-то, как в душе шторочки задернул и вот счастье. Опять же, соседи не видят, что за чудо там происходит. Младская машина работает, и без людей. Вопрос такой еще. Вот я сейчас в голове прокручиваю. Я вот не видел крыш ни у кого. Да. Крыши это... И не зря там не видели. Здесь, основные решения будут использоваться. Опять же, роутер поможет, так сказать, в возведении стропильной части. Можно крышу напечатать бетоном, там, те же черепичные крыши, все это, как бы, там, те же, там, бетонные перекрытия, которые используются. Можно. Другое дело, вопрос, что каждый человек должен определиться, что ему важнее. Вот. Я, например, считаю, что даже шиферная кровля, она интереснее, чем профлистовая с точки зрения шума, с точки зрения тепла, ну, что там находиться, вот, оно там, бренчит. Никто не мешает напечатать бетонную кровлю, там, причем, можно какой-то специфической формы. Но, вы видели, сами у господина Руденко, там, замок, вот, причудливый весь. Ну, кстати, момент, господина, господина Руденко, у него там, ну, как бы, принтер, некоторый отрицательный угол наклона может пропечатать, а больше угол у него были просто отдельно напечатаны детали, на котором он составляет. То есть, в принципе, теоретически, можно напечатать здание с крыши, используя эту технологию, но угол скатов, он будет достаточно высокий. Или, да, или нужно, корректические соборы можно печатать, а, допустим, купола уже, скорее всего, не получится. Или нужно будет использовать какие-то дополнительные приспособления, там, надувные опалки и так далее. Ну, есть люди, которые из бетона и устроят. Вот эти проекты известны, в принципе, возможно, но вопрос целесообразности. То есть, насколько оно нужно, вот, может быть, как кто-то обойдется традиционными шинами. То есть, идея это все-таки сделать доступное жилье для людей, которые хотят построить его где-то себе на земле, вот, не всегда оно там подразумевает какую-то экзотику, вот, но вполне верно, что он может реализовывать фантазии, так скажем, архитекторов и дизайнеров. Вот очередной инструмент появляется в этой области. Ну, вот. Следующий вопрос-то такой. Почему сейчас приходится вам на пункт стартере деньги клянчить? Старать деньги. В кризис. Вы сказали, что в кризис нет. Почему в кризис? Почему в кризис? Потому что оптимистический прогноз на тему того, что мы до кризиса успеем и начали заниматься достаточно давно, еще вот летом этим занимались, то видите, вот там белые стены появились, это пришлось построить теплую, пришла зима, пришлось построить теплую кондейку внутри вот нашего цехового помещения, которое мы сейчас обладаем, так сказать, проект пропагандируется как опен-сорс. Множество предложений от инвесторов поступает на тему «Ребята, давайте мы вам сейчас дадим денег», но обычно звучит так «Сейчас даю 100 тысяч и вхожу на 35% в предприятии», на 35%. Ну, очевидно, что 300 тысяч, которые мы сейчас собираем на прототип, это не результат проекта. Мы привлекаем и государственные деньги пытаемся привлекать. Инвесторы зачастую не готовы идти в опен-сорс проект, потому что, ну, инвестор, вкладывая деньги, хочет получить обратно, да, какую-то там, какую-то долю предприятий и, возможно, прибыли. И собственность интеллектуального. Собственность интеллектуального возможна в частности. Сейчас, на данном этапе, пока у нас нет ни куска квадратного, ни квадратного метра, ни погодного метра стены, мы не готовы давать обещания людям, тем более финансовых обязательств. Потому что люди все присоедают какие-то свои определенные интересы. Поэтому сейчас мы ищем меценатов, которые готовы поддержать идею на ее текущем этапе. Когда будет напечатана стена, будет понятно, во что упирается большой проект, в какое финансирование, какие там нужно реализовать вещи, тогда, возможно, если мы не найдем своих средств, может быть, государственной поддержки или еще каких-то вариантов, мы будем разговаривать с инвесторами. Соответственно, будут обсуждаться условия входа в проект сейчас, потому что не во что входить. Поэтому мы пока что ищем, привлекаем средства на площадках типа Boomstarter и все прочее. Дай бог что-нибудь привлечем, ну или эта разработка будет чуть дольше идти. Ну потому что если мы не привлечем, мы все равно будем заниматься, мы в режиме где-то зарабатываем деньги. Вяло в текущем режиме. А в оставшееся время мы занимаемся для разработки. Естественно, это будет существенно дольше, потому что, если, например, есть деньги, ты просто взял и туда, окунулся и работаешь. А так это у тебя как-нибудь вторым, третьим приоритетом идти. И реализовываться будет дольше, соответственно. Ну, я думаю, что будет реализовано. А люди-то что-то пишут, процент спиаси идет, чему они боятся вкладывать или что? Ну, что верят? Во-первых, два основных тезиса, которые у людей. Первый тезис как же арматура все развалится, второй тезис в Китае давно уже есть, зачем мы это вообще разрабатываем. По арматуру. Да, по арматуру. здесь идет о небольших домах. Здесь идет о небольших домах, да, небольшим домам, особенно если не сейсмопаст регион, у нас большая часть из России такая. Вертикального армирования вообще не обязательно, достаточно горизонтального, чтобы у вас, когда фундамент будет гулять, например, нагрузки передавать на мерзки. То стена не треснула. Он будет у нас гулять, потому что грунты у нас прямо скажем разные. Но, с другой стороны, фундаменты на винтовых слоях конечно существенно решили. Ну, тем не менее, стена там из кирпичей или из блоков нам нужно будет горизонтальное армирование, чтобы она как бы трещинами не пошла и был бы некий монолит. Горизонтальное армирование, вот ребята из Китая тоже его делают, они его руками выкладывают. Да, мы думаем, что у нас человек, который все-таки обслуживает принтер, должен чем-то заниматься, кроме как играть в злых птиц на айфоне. Да, он все-таки будет иногда проходить, раскладывать арматуру, в общем, приглядывать. Да, примерно через полметра стены можно выложить слой арматуры, сет либо металлический, либо стеклопластиковый и дальше печать продолжать. На самом деле и вопрос вертикально армирования тоже в принципе решаем, то есть там печатаются вертикальные колодцы, которые так уже, в общем-то, печатаются, составляется арматура и заливается бетоном. Другое дело, что это добавляет долю речного труда, но с другой стороны решает вопрос. Если это сильно надо, то вопрос решается. Ну, к тому же анализ прочностных характеристик стены, которые можно будет провести, после того, как уже будет напечатан реальный объект, он скажет, нужно это горизонтальное армирование, не нужно, потому что на самом деле смесь может быть микроармирована. И мелкозерностые высокопрочные бетоны, сами по себе, на которых сейчас идет ставка, в общем-то, они при должном подходе к организации высокой смеси, производства этого, они позволяют достигать значительно более высоких прочностных характеристик, чем на тех же традиционных бетонных панелях используем. То есть, по-моему, что несущая скорлупа, она будет, в общем-то, как шарик там, достаточно крепкая и, в общем-то. То есть, это, больше люди от них знания, основные технологии. Это понятно, что это что-то новое, непонятное. То есть, когда говоришь обычному, человеку, общаемся с людьми, говорим, вот там, мы этим не понимаем, а что там, зачем вы опалубку еще и льете, там, не просто из шланга, мы говорим, нет опалубки. Сначала не понимаешь, как нет опалубки. Бетон же жидкий, как это? Да. Бетон жидкий, он там вытечет. То есть, я думаю, что с появлением информации, с появлением практических результатов, будут, во-первых, рассеиваться некоторые вопросы, а во-вторых, народу станет это, наверное, интересней. Вопрос был еще какой-то, еще что-то в сумме еще было, нет? Что-то в сумме, а про воротов связи нет. А, обратно сказать, есть некоторые люди, которые предлагают помощь. Да, есть люди, кто говорят, мы готовы вам помочь. Вольно, либо физически. Да, и так, и сяк, и некоторые предлагают генерировать идеи, две из которых будут адекватные, девять и восемь нет, но разные люди, так скажем. Есть, которые говорят, ребята, готовы вам помочь в разработке смеси, там, в ее, как там, полиция-милиция, что-то я забыл, как это называлось. Сертификация. Сертификация. Да, то есть, вопрос по сертификации домов-то, до трех этажей, они, по-моему, нет. Да, то есть, это может строить вам любой дядя Вася без каких-либо дополнительных разрешений. И, в принципе, это ваш дом, вам в нем нет. Вот. И я, честно говоря, общался достаточно плотно с нашими стройками в городе Томске. Вот. Я вам скажу, что по личному опыту я лучше буду жить в своем доме, даже если я не профессиональный строитель, который я там построю. И если мне что-то на голову упадет, я буду сам за это, в общем-то, нести ответственность. Вот. Потому что традиционное строительство в силу того, что идет экономия на всем, чем можно, вот, в том числе и на интеллектуальных ресурсах рабочих, не гарантирует ничего. Она не гарантирует вообще ничего. И они ведутся зачастую с нарушением новых. Ну, пока люди покупают, не имеют возможности выбора, вот, по ряду причин. Вот. Это будет идти и продавать. У нас, кстати, такой интересный момент, да, в стандартном строительстве, в принципе, отвечает бригадир, который руководит, да, строительным, так скажем, он контролирует должен. Он приглядывает, да. А здесь, в принципе, мы можем посмотреть видеозапись и получить какие-то данные, да, как проработал вот этот 3D-принтер, где... Логистика, безусловно. То есть здесь обратная связь. Вы можете дома получать, я так понимаю, вы можете из дома управлять пикпринтером, в общем-то. Ну, это, такое преимущество очень хорошее. Безусловно, да. Ну, вопрос адекватности строителя он все равно остается. Вот. Поскольку, поскольку, вот, он остается всегда, нужно, безусловно, понимать, с какими людьми вы работаете и что вы хотите, конечно, что-то получить. Вот. нет гарантий в каждом конкретном случае они... Нужно внимательно вглядываться в тех людей, с которыми работаешь. Но ты везде, как в общем-то. что касается примеров напечатанных домов с рубежом, в Китае, очень хотелось бы увидеть этим летом, как только у вас получится, дом напечатанных. Нам-то бы как хотелось. у нас... Ну, сначала мы, наверное, напечатаем будочку какую-то. У нас есть вот в цеху там знакомая собачка, которая уже ждет на воселе очень давно. Вот. И я думаю, что первый проект с теплым бетоном будет вот посвящен ей. Вот. И я думаю, мы, конечно, покажем то, что у нас получилось. Я думаю, что возбусы будут достаточно слышны, что что-то в принципе работает, поскольку проект будет дальше как-то развиваться и искать способы роста и развития. Поэтому, безусловно. в стартере как принято обозначать какие-то сроки развития проекта. На бумстартере такого не наблюдал. Приблизительно когда можно будет что-то? Приблизительно когда? Да. Можем как-то обозначать. Нет, хотелось бы, например, уже этой весной что-то напечатать. Сейчас мы экструдер разрабатываем. В принципе, для того, чтобы что-то напечатать с экструдером, даже не обязательно систему подачи смеси делать, а просто в булькер насыпать. Вот. Если государство есть несколько проектов экструдера, можно сказать, как-то реализовать, либо своими руками это будет долго и некрасиво, либо если у вас будут деньги, то это будет быстро и красиво. Доскатый кристалли, кристаллирующим читу. Но итог в бомбе на бумстартере кончается от какого-то числа? Когда? На бомбе на бумстартере, кстати, кончается в марте. Плюс, если там набираются деньги, это в течение месяца они только идут. Не факт, что это будут дома там, точнее. Не факт, чтобы эти смеси будут длиться нормально. то есть... Я просто хочу важную часть отметить, что те люди, которые все-таки будут продержать монетар, но будут стартеры делать, если все наберется, это значительно повлияет на скорость. Конечно, это повлияет на скорость. Но уже по каждым причинам. Спасибо. что мы сможем просто этим заниматься. В расчетах мы закладывали два-три месяца при наличии средств, потому что получим что-то вразумительное. Практика жизни, конечно, показывает, что это несколько дольше. и, в общем-то, планировалось, что ролик на новом стартере уйдет до кризиса еще. До нового года. Да, до нового года. Но, по крайней мере, он ушел туда в принципе и дай бог, что и принтер тоже будет чего-то печатать. Ну, может быть, это будет летом. Жизнь покажет, как это будет развиваться. Пока есть такое желание, надо портиться. Пока эта тема востребована в людях и интересна. Сейчас это все набирает обороты. Я думаю, что скоро появятся подобные проекты не только в городе Томске. И это хорошо, потому что... Конкуренция двигателя. Во-первых, конкуренция двигателя. Во-вторых, да, кто-то не помнит, кто искал, что если у тебя есть одно яблоко и у меня есть одно яблоко, мы поменялись и у нас с тобой все равно осталось по одному яблоко. Если у тебя есть идея и у меня есть идея и мы обменялись, то каждый из нас ушел с двумя идеями. И зачастую многие решения и общая друг с другом можно как-то существенно ускорить прогресс в этой области. Лавинообразно, чтобы... Спасибо вам, что пришли. Спасибо, что при васили. Очень рады общаться на такую интересную тему, потому что вы первые, кто общается про такую вот разработку на своей серии. Жизнь, гвыну дела. Блин, у нас деньги по-моему, Надеюсь, это спокойно. Поэтому вполне вероятно, что это все не зря.